Сегодня у меня необычный гость. Я в футболе не очень хорошо разбираюсь, но это хорошо разбираюсь в людях. Есть человек по фамилии Гацкан, зовут его Александр. Живет он далеко сейчас, в России, но тем не менее, на родине его любят, уважают. И сейчас мы можем с ним поговорить. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Для тех, кто не знает, Александр это футболист, легенда. У вас же написано на худи, написано, что вы легенда. Это все-таки под номером 84. По крайней мере, точно в городе Ростове это так. Ростове-на-Дону. Да, да, это точно. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести такой худи, как на вас? Ну, к сожалению, такое нельзя приобрести, но если будет большой спрос, мы будем работать над этим. Пока мы только другим занимаемся. Тоже для тех, кто не настолько сведущ в футболе, Александр это выходец из молдавской футбольной школы. Ну, наверное, вы меня исправите, если я скажу, что пик вашей карьеры, это вот на сейчас он приходится. Это, значит, вы были капитаном в команде Ростова-на-Дону футбольной, главной команды Ростова-на-Дону. И сейчас вы в Крыльях Совета в Самаре. Все правильно, ничего я не напутал. Да, 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 все правильно вы говорите. В данный момент вы где находитесь? Это Ростов-на-Дону или Самара? Сейчас я нахожусь с семьей в Ростове-на-Дону. Я вам присылала список вопросов, но в связи с тем, что приближается Новый год, хочется еще немного расширить. Где будете встречать Новый год? У вас сейчас уже каникулы? Да, да, да. Мы с 5 декабря первой части сезона закончили и сейчас вышли в отпуск. Я пока здесь, в Ростове, но через пару дней поеду в Сочи с семьей на пару дней отдохнуть, кататься на лыжах. И Новый год буду встречать в Ростове, но до этого, к сожалению, с этой пандемией нельзя было поехать в Молдавию. Поэтому я всегда встречал с родными в Молдавии. Но сейчас с этой ситуацией нельзя пересекать границы, очень сложно. Поэтому будем здесь, в Ростове. На праздничном столе что будет? Будут ли молдавские какие-то блюда из молдавской кухни? Ну, конечно. Моя жена тоже из Молдавии. У нас есть традиции. Ну, холодец это обязательно. Как по-молдавски голубцы, голущик. Наше вино и, конечно, хорошая компания. Это самое главное. Дети сейчас тоже не уверены, что все следят за вашей биографией. Но Александр счастлив и женат. Жена Ольга, вы с ней знакомы с 8 лет. Я все правильно говорю. Вы жили в одной подъезде. Да, мы жили в одной квартире. Ну, не в одной квартире. В разных подъездах, но в одном доме. Да. И у вас трое деток. Ну, вот ей постарше, помладше. Разница. 12 лет старшему, да, сыну? Старшему сыну 13 лет. Его зовут Александр. Он тоже занимается в футболе. Он в академии футбольного клуба Ростов. Тоже капитан команды. Ого, ничего себе. Ну, так что Гацкан всегда капитан команды какой-нибудь в Ростове. Это у вас уже традиция. Ну, дай бог. Дай бог. Вы действительно ощущаете себя известным человеком, уважаемым человеком в Ростове? Вот когда вы идете по улице, с каким количеством людей, ну, вот какой процент встречных людей с вами здоровается? Ну, если честно, вот когда я играл, намного больше, конечно, было. Но вот за эти полтора года, два года, как я уехал в Самару играть, ну, конечно, узнают, но, конечно, чуть-чуть меньше. Но все узнают, да, и хотят фотографироваться, хотят автограф. Это очень приятно, что даже через полтора года, два года, ну, не все, но узнают. Когда в Тишнев приезжаете, есть ли это узнаваемость? Или все-таки там было больше? Ну, и есть больше. Ну, я могу сказать, что, конечно, в Ростове больше, потому что здесь живут футболом, любят футбол, и здесь команда очень качественная, она всегда на высоких местах, поэтому здесь больше обращают внимание на футбол, чем у нас в Молдавии. Насколько вам мешает эта известность в жизни? Потому что все-таки, когда идешь с семьей, с детьми, дети ведут себя по-разному, как мама двоих детей, тоже это прекрасно понимаю. Комфортно ли вам вот эта узнаваемость, или вы уже просто привыкли? Ну, если честно, я привык, мне всегда приятно общаться с людьми, там мне ничего не стоит остановиться, сфотографироваться, и потом сказать какие-то там напутствия и пройти дальше, с семьей гулять. Это для меня вообще ничего не значит. Мне очень приятно, что меня узнают, и все. Вы являетесь гражданином Республики Молдова. Вы остаетесь гражданином Молдовы, правильно? Да, да, да. Вы входили в нашу сборную, много лет подряд вы были подряд, и в разнобой вы были лучшим игроком, молдавским футболистом. Считались. Да, ну, видите, пришлось погрузиться в футбол, потому что гость того стоит. Как вы, когда вот играют команды России, Молдовы и Румынии, потому что все-таки тоже наши соседи, мы тоже к ним очень благосклонно, благожелательно относимся, за какую команду вы болеете? Ну, если они между собой не играют, конечно, за Молдавию, потом за Россию, потом за Румынию. Вот, то есть у вас такой ранг теплоты, наверное, ну, по крайней мере, на выбывание. А если друг с другом будет играть, предположим, Россия и Молдовы, это провокационный вопрос, я знаю, но интересно же. Ну, конечно, за Молдавию. Это моя страна, я там родился. Насколько вы следите за событиями, которые происходят у нас в стране, в Молдове в данный момент, я говорю? Ну, у нас, это у нас. Ну, примерно я в политику не хочу лезть, там, ну, это не мое место. Но за футболом слежу всегда и очень обидно, что, к сожалению, в последнее время в нашей сборной очень-таки, можно сказать, результатов нет вообще. И развитие футбола, можно сказать, остановилось. Хотелось, чтобы, ну, все футбольные люди, которые занимаются футболом, которые какой-то вклад внесли в футбол, не просто друг от друга говорили плохие слова, а просто каждый делал свою работу на том месте, где он работает. И от этого футбол бы рос, и мы бы не были здесь, где мы сейчас. Когда вы говорите, мы все равно, как гражданин Молдовы, и футболист все-таки молдавский тоже, произносите именно такую формулировку. Я знаю, что у вас есть мечта создать свою собственную школу, ну, если бы так сложили звезды, здесь, в Молдове. Она все еще с вами, эта мечта, или со временем, ну, притупилось желание, потому что, видите, что, ну, сложные времена, может быть, не до того в стране. Есть ли это желание у вас? Ну, у меня очень большое желание, ну, это, можно сказать, с детства. Ну, после этого, когда я достиг, ну, не сказать, что был там больших каких-то там Лигу чемпионов или там чемпионата мира, но все равно какой-то путь я прошел, и у меня большой опыт работы, ну, я достиг чего-то, поэтому я хотел бы поделиться этим будущим детишкам. И у нас сейчас ведется переговоры там с примарией насчет какого-то места, чтобы нам выделили, чтобы мы там построили большой стадион, где открыли бы в мою честь, ну, школу, школу Гацкана Александру. Если это будет, ну, как бы, как у нас были договоренности, то я надеюсь, что все это будет реализовано. Время я не знаю во сколько, но я думаю, что оно будет по-любому. А как вы видите свою роль вот в работе, деятельности этой школы? Вы будете как приезжающий, так скажем, кормчий учитель, педагог, либо будете постоянно в ней находиться? Как вы себе это представляете? Ну, я честно сейчас не могу об этом говорить, но я буду очень много времени уделять вот этой школе. Буду приезжать, может быть, какое-то время там находиться, но буду очень много времени ей уделять. Вы слышали о последних скандалах в молдавском футболе, о ставках, о том, что якобы футбольные команды, игроки были в этом замешаны. Вы в курсе того, что происходило, да? Или не слышали об этом? Ну, конечно, об этом, наверное, каждый человек, который в футболе слышал, но об этом никто не говорил, наверное. Я думаю, что людям, кто попались, наверное, есть чего рассказать, потому что в футболе, ну, в последнее время не очень честный футбол шел. Поэтому, к сожалению, ну, мы футболисты, мы не можем очень много рассказать, потому что мы тоже зависим от своего работодателя. Но вот люди, как прокуратура или ЧНА, как называется, в Молдовии, давно должны были этим заниматься. И я думаю, они бы давно уже это, если бы захотели, это все выяснили. А может быть, это и есть причина того, что не развивается футбол? Люди решают свои какие-то личные проблемы финансовые, а не думают о том, что футбол-то тоже искусство, и это альтруизм в какой-то мере? Я думаю, что не только этот, есть еще много вопросов, как экономика, тоже у нас в Молдавии не очень развита. Люди есть, которые там, обычные пенсионеры, которые должны о них думать, а футбол, он там далеко где-то. Поэтому это все связано вместе, когда Молдавия развивалась бы экономически, социально, культурно, и она была на высоком уровне, тогда можно было спрашивать, почему нет футбола. А если у нас все в стагнации, то нельзя спрашивать с одной структуры, надо спрашивать со всех. Я с вами поспорю, знаете почему? Потому что вы мальчишка, который на баюканах учился, я не знаю, родились тоже, вы же в Кишиневе родились, на баюканах, правильно? Ну, конечно, я, да, в Кишиневе, в буйканах, на поле из асфальта, да. Если бы вы не попали в футбол, у вас, как вы считаете, состоялись бы так же вы успешны, стали бы где-то в другой области? Ведь для вас футбол-то такой, как, знаете, говорили в Советском Союзе, социальный лифт. Благодаря ему вы обычный мальчишка с, ну, каким-то таким, достаточно, ну, наверное, средними возможностями. Вы же не из суперобеспеченной семьи, правда ведь? Нет, нет, я из обычной семьи, папа был водителем, мама работала в конструкции, ну... Строительстве, да. Да, строитель, да. То есть для вас это вот просто взлет и возможность, возможно, и для других мальчишек тоже это была бы возможность роста, а люди любят футбол, люди... Ну, по крайней мере, у нас, по-моему, стадионы всегда заполнены, когда большие, по крайней мере, на стадионе Зимбур точно. Люди, конечно, любят футбол, и этот один из элементов, где можно людей больше полюбить друг друга, больше ближнего полюбить, потому что люди, когда приходят на футбол, они что делают? Они радуются, радуются за нас, за футболистов, между собой там переговаривают в трибунах, вот этот хорошо сыграл, этот нехорошо сыграл там, и вот это социальный момент, который приближает друг друга. А сейчас, ну, к сожалению, когда нету результатов, да и с этой пандемией, ну, как-то люди друг от друга не очень близко. Как вы перенесли этот карантин? Насколько сложно было сохранять физическую форму? Нет, для меня вообще было очень легко, потому что, ну, я был в Ростове, у меня как раз возле левого берега Дона и была дача, то есть и есть дача. И там очень красиво все, у меня есть газончик там большой, мы с сыном всегда играли там в футбол, я даже выставлял там в Инстаграме, в Фейсбуке. И поэтому, не знаю, для меня это, можно сказать, вообще в самое хорошее время, которое было два месяца с родными близко, такого не было, наверное, за последние 15 лет. Никаких проблем в семье не появилось? Потому что, говорят, многие собираются разводиться, боже упаси, счастье вашей семье, но наоборот у вас, я так понимаю, сплочение произошло в семье. Нет, 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 у нас все нормально, все хорошо, все отлично. Ну и слава богу, это хорошая семья, действительно хороший очень пример. А сейчас футбол в условиях карантина, насколько сложно выходить на футбольный стадион, где пустые трибуны, либо они заполнены там, ну, единицами людей? Ну, сейчас очень тяжело, потому что на трибуны там только какой-то процент людей можно, ну, и всякая дистанция, безопасность. Ну, для детей могу сказать, что еще тяжелее, потому что у них сейчас все отменили, матчи, чемпионаты. Я могу сказать про своего сына, у них уже, можно сказать, год, год, они просто без матчей, без турниров, без ничего. Ну, как бы это год, это очень большое время, где футболист может себя развить, а у них такая стагнация произошла. Поэтому, не знаю, как-то надо выходить из этой ситуации, что-то решать. Ну, футбол все-таки травмоопасный достаточно, как и любой профессиональный спорт. Это травмоопасное очень занятие. Александру Гацкану-младшему вы желаете профессиональной карьеры? Либо надеетесь, что он, может быть, выберет другую дорогу? Знаете, как вот мы, журналисты, говорим детям, только не журналист. Актеры говорят, только не актер. Вы, как футболист, сыну что говорите? Старшему. А я ничего не говорю. Я просто слушаю, что он хочет. И если вижу, что у него это получается, и он это хочет, он фанатеет этим. Я только его буду подбадрать и подправлять какие-то моменты. Все от его желания. Вот мой младший вообще не любит футбол. Ну, ему 5 лет. Но он вообще говорит, будешь там футбол заниматься? Нет, 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 я не люблю футбол. Я говорю, нет, вообще супер, класс. Никто никого там не заставляет. Ну, вот я с вами общаюсь, а ощущение абсолютное такого отца демократа, в семье демократ. На поле вы очень жесткий игрок. Вас называют и хулиганом от футбола. Вот как удается, в какой момент происходит вот это переключение? Вы выходите на поле и становитесь другим, или вы заходите домой и становитесь? Где вы истинный Александр Гацкан? В каком из проявлений? Ну, просто на поле это другое. Я просто не люблю проигрывать. И для меня, когда я выхожу на поле, я сделаю все возможное, чтобы моя команда выигрывала, отдам все полностью. А дома я переключаюсь, потому что я понимаю, что таким нельзя быть дома. И я расслабляюсь, начинаю в семье быть, любить свою семью и относиться очень классно. Ну, поэтому мне спокойно. Я, можно сказать, расслабляюсь дома. О многих игроках, вот молодых, говорят, вот как вы они. Очень азартные, очень жестко играют. Есть в них некий такой запал. С возрастом это уходит. И уже игроки, которые маститы, как правило, иногда смотришь, они с ленцой так вот не бегают, а ходят по полю. Ну, по крайней мере, это сборной касается. Чем вы это объясните? Откуда вот эта ленность с возрастом? Почему? Из-за больших гонораров уже всего достигнуто. Это или и так сойдет, и так я знаменит. Что это? Или возраст может быть это? Да нет, я бы не сказал, что возраст, помеха. Просто, мне кажется, это индивидуально у каждого. У каждого свои цели. Он должен их добиться. У меня были свои цели. Я просто добивался какой-то цели, я не останавливался. Переходил на другую цель. И опять добивался ее. Кто меня спрашивал, я всем говорил, что, ну, если ты хочешь чего-то добиться, ты не можешь просто добиться одной цели и остановиться. Потому что футбол – самый правильный спорт в мире, который не любит, чтобы его обманывали. Вот это самое главное. Вы, когда играли в Ростове, вы были капитаном команды. Ну, это такой высший пилотаж, да, наверное? Может быть, выше, но это уже сборная, скорее всего. Мне сложно, как неиграющему точно человеку судить. Сейчас вы в крыльях Советов. Для вас это как бы планка чуть ниже. Почему вы с капитанского, да, вот как бы в крылья перешли? И почему вы решили остаться в футболе? Ведь вам 36 лет. Уже как бы возрастной практически человек. Ну, просто, если быть футболистом столько лет, ну, ты не можешь сразу просто закончить, руки побить и все. Нет, это у меня в крови. Поэтому, ну, какой-то момент приходится, когда, ну, есть конкуренция в футболе, которую нельзя изменить. И я понял, что, ну, в Ростове, ну, я не смогу быть уже на тех ролях, которые были раньше. Поэтому решил поменять команду, перейти в крылья Советов. Знакомый был тренер, который знал меня, который поверил мне. Я перешел достаточно легко. И все хорошо получилось. Сейчас, к сожалению, мы опустились на уровень ниже, в ФНЛ. Но опять поменялся тренер. Он увидел в меня какого-то лидера и снова дал мне повязку. Я снова стал капитаном команды. И команда сейчас находится на втором месте. Три очка первого места. И дай бог, все будет нормально. Пандемия вот эта не будет нам мешать. Надеюсь, к финишу чемпионата мы будем первыми. Я поняла, что вам тоже доверили работу с молодыми футболистами. То есть вы их подтягиваете, правильно? Ну да. У меня уже лицензия есть. Б, которые я могу тренировать детишек тренерских. До 21 года могу их. Но потом уже мне надо будет еще дальше учиться, если я захочу дальше работать. А вас действительно интересует тренерская работа? Или просто пусть пока будет? Ну вот как такая альтернатива? Пусть лежит. Карман не тянется. Ну, в последнее время я очень смотрю все вот эти моменты тренерские. Записываю все тренерские тренировки. Стараюсь как-то анализировать по-своему. Ну, я не могу сказать 100%, что все, я тренер. Но попробовать я хочу. Я знаю, что вы еще себя в одном амплуа попробовали. Вот как у нас называется легенда 84, как у вас написано. Это брасерия, правильно называется? Да, брасерия. Бельгийская брасерия. Да. Я ведь по-русски ставлю ударение. Вы открыли в Ростове-на-Дону с супругой. Сейчас, в момент пандемии, когда вроде бы другие закрываются общепита, учреждения. И вдруг вы открываете. Это же риск большой очень. И почему именно это вы выбрали направление? Ну, например, не ресторан молданской кухни. Или пиццерия, как у нас вот все любят. Ну, я понял. Нет, это просто была моя мечта с детства. Потому что в какой-то момент я решил собирать майки. И думал, что всегда как-то, когда я закончу с футболом, открою какой-то бар. Ну, спортивный бар. Но как потом я посмотрел, что и с нашей командой работников решили, что этих разных пабов, спортивных баров обычных, есть очень много здесь, в Ростове. Но вот бразерия, вот такое направление Бельгии, пиво, там, вафли, устрицы, мидии, вот такого в Ростове нету. А это только пока развивается в Москве, в Питере и в Казани. И мы решили, что это хороший путь, чтобы развивать вот эту бразерию. И вот открыли ее уже второй месяц. Ну, вроде неплохо, пока все нормально. Дай бог, чтобы этот наш друг коронавирус нам не мешал. И я надеюсь, что будет все хорошо. Вам Ростов вообще как? Я была в нем сколько? Года, наверное, три назад. Но на тот момент это все было перед чемпионатом мира по футболу. И были сплошные ремонт, ремонт, ремонт. И сложно было понять, но кроме, конечно, прекрасной реки и великолепного фарфора. Сейчас как Ростов? Насколько его изменил чемпионат мира? Ну, кстати, спасибо чемпионату мира, что он был здесь, в Ростове. Потому что перед ним очень много сделано дорог, мостов, стадион очень классный построили. Поэтому после этого какой-то толчок произошел, и все начало развиваться. И начались открываться разные рестораны, пиццерии. Все идет вперед. Ну, и поэтому я здесь остался пока жить. Вы говорите пока, то есть желание вернуться в Молдову все-таки есть? Или вы свое будущее связываете, будущее своих детей с Россией? Ну, пока я здесь, но о будущем не могу ничего сказать. Но, конечно, вот в глубине души очень тянет назад в Молдавию, к своим родным. Отчего не хватает там, вот вам лично? Родных, чтобы они были близкие. У меня мама там осталась в Молдавии, у меня брат там остался в Молдавии. Мои свидетели, двоюродные братья, сестры, все там. Можно сказать, здесь только футбол и друзья, которые нас окружают. Но есть несколько молдавских футболистов, которые играют в России. С ними насколько поддерживаете отношения? Ну, вот с Гансарем, Гансари, Рабу. Мы сейчас играли в Крылья Советов. Мы общаемся. Так что я его могу поздравить. У него скоро сейчас родится ребенок. Так что у него все хорошо. Так что дай бог, чтобы еще у него травма прошла. Еще в России. Ну, в России сейчас очень мало играют из Молдавии. А молодежь выбирает больше Европу, да, сейчас? Молодые ребята. Да, да, больше сейчас молодых молдаван уезжают в Румынию, туда, в Европу, в Италию. Ну, я могу сказать, что это очень хороший трамплин. Европа очень качественно играет в футбол. Поэтому для них это очень большая перспектива. Уже все зависит от них. Если они все сделают правильно, то у них большие шансы. Ну, вот если отмотать время назад, и перед вами стоял бы сейчас выбор. Вот вы юный Саша Гацкан, да, перспективный молодой футболист. Вы сейчас перспективный молодой, по крайней мере, с высоты моих лет. И у вас был бы выбор ехать в европейский клуб и в российский клуб. Куда бы вы поехали? Ну, не знаю. Я бы ничего не поменял, если честно. Почему? У меня очень хорошая карьера прошла, поэтому мне тяжело что-то поменять. Ну, и не хочется ничего менять. А были ли предложения из Европы, из европейских клубов? Нет, не было. К сожалению. Может, к сожалению, может, к счастью. Но не было предложения. С Россией были предложения, с Европой не было. А сами бы для себя какой клуб? Вот, который вашему темпераменту, вашим амбициям отвечает. Вот какой бы вы для себя выбрали? Вот, мечтали бы, чтобы оттуда было предложение. Европейский? Да. Ну, для меня, ну, Ливерпуль и Реал Мадрид. Неплохо, в принципе. А российское гражданство у вас есть или этот вопрос некорректный, я задаю? Нет, нет, есть российское гражданство. Кем вы все-таки себя ощущаете, россиянином или гражданином Молдовы? А я ощущаю себя и гражданином Молдовы, и гражданином России. Одному, другому ничего не мешает. На выборы, кстати, молдавского президента ходили, не ходили? Или далеко? К сожалению, у меня не было возможности, потому что у меня как раз в эти дни попадалась игра, и я не смог. А у вас где-то далеко тоже избирательный участок от вас, да? Ну, да, только в Воронеже, кажется, был и в Москве. Далековато ехать, в принципе, в общем-то. Дети, кстати, говорят на молдавском, румынском, не знаю, как вам комфортнее его называть. На мои первые, да, двое взрослые, которые подрослее, они разговаривают, да. Но маленький, так, похуже, потому что, ну, мы с ним так не очень общаемся на молдавском, как вы говорите. А девочку, чем занимается дочь, расскажите тоже, уж раз мы про старшего сына поговорили, про младшего. А девчонку, вам взяли Алису, а пошли стороной? Дочка, занималась теннисом пять лет, но что-то у нее не пошло. Сейчас занимается танцами, и вроде бы танцы ей нравятся. Какие из танцев? Бальные, не бальные? Ну, спортивные танцы. Спортивные. Я так понимаю, что у вас в канун Нового года, ну, наверное, от вас и домашние ждут, но вы с ними еще поговорите обязательно. Но телезрители НТВ Молдова можете поздравить с Новым годом? Да, конечно. Я хочу всех жителей Молдавии поздравить с Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья, потому что наши дни – это самое важное. И чтобы они уважали друг друга и были счастливы. Спасибо вам огромное за эту беседу. Я очень надеюсь, что у вас, ваша мама, вас в любом случае, вы с ней общаетесь, сто процентов, и с братом. Ну, а вот они смогут еще увидеть на экране телевизора, ну и плюс огромное количество ваших поклонников тоже смогут услышать ваши слова. И как только откроются границы, приезжайте, мы вас ждем. Страна вами гордится, честно вам скажу. Спасибо, спасибо большое за приглашение. Было очень круто. Спасибо. Спасибо большое.